Продолжение следует... Да, да. Что они просрали? Не знаю, я не знаю. А что мы ждем, Лер? Вопрос в том, что будет после них. Вот чего. Я ни одного разумительного заявления не слышал. Ни одного хода правильно... Ты правильно говоришь. Ты правильно говоришь. Ты правильно говоришь. Они могли вот так, когда было все, шло подъем, они могли как бы втенить это подъема на энергоносители, цены, когда на них сыпал дождь, дождем вот эти бабло. Здесь небедно видно. А вот тогда, когда трудная ситуация, они все проявили, что они никчемные, недоиспособные. Давайте вспомним, что эти два персонажа, они с самого начала военной операции, они обозначились как ярые сторонники всего хорошего за все, против всего плохого. За Россию. За Россию, за Путина, за верный курс и за все, что делается все правильно. Мы все как один за президента и так далее, и так далее. Появление этой записи, оно может ставить под сомнение искренность этих людей. Давайте вспомним, что они достаточно состоятельные люди, то они имеют большое количество активов, недвижимости, как за рубежом, на острове Кома в частности, так и в России, Рублевка, Майбахе и вся эта история. Вообще, появление этой записи, она как раз и показывает возможность того, насколько искренними могут быть люди. Когда ты говоришь, что все хорошо, в России молодец, мы за СВО, а сам где-то там в частных беседах критикуешь, достаточно в таких выражениях неоднозначных, или же сразу сказать, что так и так, не согласен, все, я в Израиле. Лично я не верю в искренность зависимых людей. Эти люди зависимы. У нас вообще любой человек зависим, потому что у нас сейчас есть замечательная статья о дискредитации армии. И попробуйте, покритикуйте. Могут быть как минимум неприятности, а как максимум можно допрыгаться до тюремной миски. Потому что уже законодательные эти вещи... Хотя в самом законе смысл есть определенный, что не надо, давайте мы потом разберемся, кто там был неправ. Давайте мы будем ордена и веревки раздавать потом. Да, 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 согласен. А чаще на Малдивы, в Дубай, там, не знаю, на Алтай, на Байкал, там, куда хочешь. Ну, от этой Москвы... Да, слушай, это правда. Не, ну там сейчас точно такая депрессивная история, и там делать нечего. Ну, то, что я просто... Ты даже не понимаешь, у меня... Вот мы с Верой, мы ночью пришли с ужина, да, у нас такой внутри осадок... Я тебе объяснить не могу. У нас там встреча была. Вот, это было... Они проходят, поливают душу, что это грязь, блядь. Понимаешь? Слышишь, они недовольные. Там у себя ничего не могут они. Они недовольны... Да, они недовольны тем, что им жизнь не дали. Они забыли вообще, они обордевшие. Вот в чем провели. Обордевшие, понимаешь? Ничего, они приземлятся, Господь все расставит на свои места. Все будут нести заслугам. Они придут туда, где... Не только где были, они придут к ничтожеству. Они все будут сидеть. Насколько правдива может быть эта запись? Я полагаю так, что персона Пригожина не настолько великая, чтобы его подделывать. Да и зачем, собственно? Ну, хорошо, вот он такой перевертыш, если это так. Ну, и что дальше? Ну, вся эстрада у нас такая, по большому счету. Пригожин не является суперперсоной, подделать его бессмысленно. А даже если это так, то его мнение ни на что не влияет вообще. Честнее, как Галкин, уехать тогда в Израиль и оттуда что-то такое вещать. Или петь, как шаман, Россия, встанем. Или петь, как шаман, Россия, встанем. Потому что либо ты мужчина, либо ты женщина. А вот чуть-чуть мужчина и слегка женщина, ну, извините, это не наша традиция. Наше время это может быть. Да бросьте вы, ради бога. Никогда этого не было и не будет этого никогда. Значит, вторая история. Даже если это так, это просто показывает ничего, кроме личности самого Пригожина. Все. Вот он такой. Ничего не меняет. Никак не влияет на операцию. Никак не влияет на президента, на общество. Завтра они будут кричать всякие кричалки, популярные за наших соседей. И будут прыгать. Евгений, именно так и никак по-другому. Да, и всегда было так. Общество всегда построено таким образом. Но, а теперь вопрос. Власть, я имею в виду верховная власть, она об этом знает? Это у нас слив какой-то. Либо он есть, либо его нет. Либо это подделка. Слив это, мы подсмотрели в замочную скважину, как человек оправляется в туалете. По большому счету. И нам это не понравилось. Давайте вспомним, дорогие друзья, как Иосиф Пригожий со своей женой, певицей Валерией, был на приеме у Владимира Владимировича Путина. Как он жал ему руки. Высказывал ему полностью свою лояльность и поддержку. Давайте займемся предсказаниями. Попробуем предсказать судьбу Пригожина в ближайшее время. Что с ним будет? Вижен, Иосиф. Занимайтесь бизнесом. Своей семьей, делами. Максимально зарабатывайте. Отдыхайте, выезжайте. И меньше на все это обращайте внимание. И поменьше с ними общайтесь, кстати. Ничего хорошего от этого не будет. Потому что положительные эмоции вы не получите. Подальше от них. Подальше от всего этого. Да. Это надолго. К сожалению, это надолго. Он назад не пойдет. Вперед не может. Он будет вот так вот. Там грызняет. Это тараканы, блядь, в стакане. Они друг друга уже грызут. Будут группироваться там. Одного уничтожат. Потом друг друга они будут сжирать. В горло сцепляться там. Топить будут они друг другу. Потому что они тонут. Они тонут. Они понимают, что все. Теперь наступил уже. Все. Они все хотят к одному толщить. Его накажут. Публично. Прям по-хорошему так. Или может быть не публично. Может быть тихо. Я считаю, что через неделю все про это забудут. Иосиф Пригожин никогда не признается, что это говорил он. Эта ситуация будет спущена с тормозов. И перестанет быть актуальным. То есть он выйдет сухим из воды. Конечно. А как за это можно привлечь? За подслушанное, подгляженное. Ну даже если закажет экспертизу. Все очень просто. Вот он ведет программу на телевидении. Через неделю ее закроют. Раз. И перестанут звать Валерию вообще на все концерты прекратятся. Или будут кинуть ДК деревянных клубов. Это не серьезно. Потому что, во-первых, нужно подтвердить, что это реальная запись. Это не выгодно никому. Это не выгодно Пригожему. Кому-то же выгодно было эту запись. Подмочить, может быть, Ахметову, может быть, Пригожему какашку бросить. У кого-то есть какой-то интерес. Эту волну пены вот этой вот нечистой поднять. И ее подняли. Пригожин отплюется. Он будет говорить, что не я, не я. Хата не моя. И, грубо говоря, даже вешать его за причинные места смысла никакого не имеет. Потому что он будет дальше щелкать каблуками и приставлять ладонь к козырьку. Появилась такая версия, что это они запустили сами для того, чтобы западные, ну, скажем так, партнеры все это увидели. И поняли, что эти люди не пропутинские, не пророссийские, ну, и, скажем так, не стали арестовывать самое святое, что у них есть, активы. Нам хотя бы чуть-чуть, что называется, годик бы хотя бы другой еще поработать, знаешь, там, а потом уже как-то куда-то будем двигаться. Потому что так вот встать сейчас сразу, уйти тоже невозможно, понимаете. Не, не надо так уйти, вот так вот демонстративно, ну, просто быть аутов. Я не стал продавать недвижимость ни в Лондоне, не стал продавать недвижимость в Швейцарии. Я считаю, что просто забрать недвижимость будет сложно, понимаешь. Они не могут забрать это, да, это только через суды могут. Я писал об этом даже, официально писал. Да, 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 деньги могут забрать, а недвижимость нет. Ну, деньги тоже, как бы, ты не, 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 это самое, не, 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 государственные службы, нефтью, газом не занимался, государственной дождь-то ты не занимал. Да, но, тем не менее, на списках же пытаются вставлять, что мы поддерживаем их. Ну, ваша версия, она тоже имеет право на жизнь, потому что активы, как вы правильно говорите, у них одна часть здесь, другая там. Здесь можно говорить, я вас люблю, товарищ президент, и сохранить Жуковку и Майбах. А там можно сохранить активы на озере Кома, говоря, что на самом деле мы ненавидим Путина, и вот мы вот так думаем на самом деле. Тогда вопрос, где активов больше. Потому что если активов больше здесь, то надо дружить все-таки с властью тут. А если активов больше там, то надо дружить с Евросоюзом. Так вот они хотят и там, и там, скорее всего, дружить. Это ваша версия немножко слабовата, я вам скажу почему. Потому что списки неблагонадежных и людей, которые должны быть подвергнуты санкциям, формируют общественные организации типа ФБК, например. Они 7 тысяч фамилий передали в компетентные органы западных стран. Про это говорила Мария Певчих в интервью Юрию Дудю и на агенту. Есть, например, украинский сайт Миротворец, который враждебный и который публикует там всех, кто нелояльно относится к государству Украины, как они говорят. На самом деле, ну к людьми, которые руководят Украиной. Потому что государство Украины это намного больше, чем Зеленский и вся вот эта его там комарилия. Руководитель в БК Волков, когда еще был руководителем, подписал письмо по упрошениям, чтобы сняли санкции с Фридмана. Ну, с одного из олигархов, неважно. Это Альфа-банк. Фридман и Петр Авин. Два крупнейших владельца Альфа-банка. Потом он начал отказываться. Тоже я вам скажу, что деньги-то они не то, чтобы прям честным путем здесь, в России заработали. Мне лично этот факт говорит только о том, что ФБК это АО. То есть они хочешь так сделают, хочешь так сделают. Ты хочешь сказать, что это дело Волков эту бумагу послал. Он же ее послал Боррелю, эту бумагу. Да, он там один из подписантов был. Он это сделал бесплатно, как вы думаете? Вот этот вопрос интересный, не могу я думать. Или просто эти люди настолько зеркальны. Смотрите, там еще был такой Чичваркин, ну, человек не бедный. В Англии он сейчас, у него там винный магазин, ну, там бизнес в Англии. Хорошо он себя чувствует, вроде бы, как бы, да. Он продался. И он открыто помогает Украине, да, он там собирает деньги. И он подписал тоже за них. Посмотрим, что будет. Соберемся тут через неделю или через две. И посмотрим, кто был прав, будут ли какие-то последствия. Или просто она сойдет на ноль, как будто ничего и не было. Сейчас очень легко перекрыть любую информацию какой-нибудь другой информацией. Я думаю, так и будет. Ну, посмотрим. Посмотрим, что у нас. Подведем итоги через недельку. Зрители, пишите в комментариях, вы-то что думаете по этому поводу. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok